Ну, то есть как бы под матрасом, под подушку, желательно это на 7 дней. То есть 7 дней будете спать на этих денежках, значит все, идет, вас будет вот именно, то есть постоянно пребывать в небо. Понятно, Инесса, спасибо огромное. Еще раз хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям наш телефон 847-226-9956, телефон нашего прямого эфира, звоните пожалуйста и задавайте свои вопросы. С вами радиостанция Сангетс, я Владимир Гершанов и наша очаровательная колдунья Инесса из города-героя Минска. Скажите, пожалуйста, Инесса, вот и... Не скажите на рот, Владимир. Да ладно. Мурашки наделаешь. Я же не сказал слово ведьма, хотя слово ведьма вполне себе хорошее слово, означает ведающая мать всего лишь, то есть от слова ведать, от слова веды, это все имеет огромные корни, еще индийские, если мне не изменяет моя память. В славянской мифологии слово ведьма означало ведающая мать, то есть женщина, которая знает суть ситуации. Поэтому, ну, как бы, знаете, корень всех золот, не сребролюбие, это невежество на самом деле, и просто многие люди, они немножко заблуждаются насчет того или иного, но мы их не осуждаем, мы просто говорим о том или ином окружающем, что существует, но просто не всегда это видно, как электрический ток, например. Итак, Инесса, расскажите, пожалуйста, вот еще про всевозможные ритуалы, которые сопровождают нас в течение всей нашей жизни. Ну, значит, что, Владимир, я вам хочу сказать, этих ритуалов очень много. Ритуалов достаточно в всей жизни. Да, в первую очередь, то есть все ритуалы, они проходят именно через нашу жизнь. Да, наши мысли толкают, вот именно, то есть делают эти ритуалы. Да, то есть человек, который вот именно он что-то хочет сделать, значит, он, прежде всего, он подумает, он сконцентрируется, он направит, то есть и происходит материализация. Вот у нас есть звонок от Веры Птицыной из Архангельска, вот она пишет, мне часто болит голова, безвидимая на то причины, нечастое недомогание и слабость, что бы Вы мне посоветовали? Значит, обязательно у них дома кто-то есть, как будто кто просто вампир. То есть идет какая-то подпитка, с кем это человек, нужно в первую очередь, вот именно узнать, с кем это человек живет, да, и обратить этого человека, то есть, который женщина из Архангельса, от этого человека, значит, а потом просто-напросто взять, помедитировать, то есть зажечь свечку, просто зажечь, расслабиться, так и получить вот именно, то есть, подпитку и представить себе вот именно, как солнечные лучи, то есть, что это все вот уходит, то есть, она получает вот именно такой положительный, как говорится, заряд, то есть, таким образом, плюс еще, ну, если человек вообще сам по себе, он как бы верующий, можно прочитать просто молитву, к антилимону-целительному или к Божьей Матери-целительнице, то есть, это тоже очень хорошо помогает головной боли, но еще зависит, какие головные боли, если у человека, может быть, у него как бы невременного типа, может быть, еще, ну, то есть, все зависит тоже по возрасту человека и сосуду человека, может быть, это просто развивающая какая-то тоже еще болячка, то есть, ну, это индивидуально, но самое-самое, как вы видите, вот то, что я сказала, что просто сеть, зажечь свечку и вот именно получить вот эту подпильту, и если рядом еще, то есть, есть, очень хорошо тоже головные боли снимают не по окамине нефрит, ну, в липотерапии, то есть, я думаю, что все знают, этот камин, нефриристик такой удивительный, ну, он развивает, там, все-таки нет, скажу, то есть, то же самое и приложить просто к голове, он тоже снимает ладо. Понятно. И очень хорошо тоже снимает ладо. Угу. То есть, ладо нужно воскуривать, правильно для этого? Да, 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 да. Угу, понятно. Ладо. Да, да. Субтитры создавал DimaTorzok